Я Кузнецов Тимур Сергеевич, присягаю на честность фактов, изложенных мною про экспозиционно-исторический зал Управления Федеральной Службы Безопасности. Здравствуйте! Почему я говорю в такой форме? Да потому что именно здесь принимают присягу сотрудники ФСБ. Текст у них совершенно другой, он точно такой же, как и у военных. Во время присяги чекистов окружают не только сослуживцы, но и ценные исторические экспонаты. Один из таких – карта оккупационного Курска в единственном экземпляре. Ее очень желал заполучить Краеведческий музей, но документ не менее ценен для сотрудников ФСБ. К той же эпохе относится кинжал солдата СС. Здесь говорят, что трофей был добыт нашим чекистам в рукопашном бою. Многие курские чекисты принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Юрий Жмакин отличился особенно. Перед знаменитым штурмом в дворцах Афизулы Амина спецподразделением Альфа, он тайно составил план схему здания. Благодаря этому операция прошла успешно, и при ее выполнении советские войска потеряли лишь одного человека. Юрий Жмакин, будучи сотрудником разведки, однажды посетил дворец с дипломатической миссией, а потом сразу же изобразил здание графически. По этому клочку бумаги с чертежом, нарисованным, можно сказать, на коленке, советские офицеры планировали одно из решающих нападений. Кстати, руководил операцией еще один наш земляк. В городе службы безопасности Курска Вадим Алексеевич Кирпиченко, бывший первый заместитель начальника ПГУ КГБ СССР. Он долгие годы служил на Ближнем Востоке, был признанным арабистом и получил 18 высших наград от разных государств. Но, пожалуй, самый дорогой в прямом смысле можно считать позолоченную саблю ручной работы, подаренную лично президентом Сирии Хафизом Асадом. Вадим Кирпиченко, скончавшийся в 2005 году, является почетным гражданином Курска. Практически вся его семья, вплоть до внуков, продолжают его дело и являются профессиональными востоковедами-арабистами. Сын Сергей и вовсе работает послом России в Египте и является полпредом при Лиге Арабских Государств. А вот целая коллекция пистолетов. Какое отношение они имеют к управлению ФСБ области? Дело в том, что все это оружие самодельное и было изъято курскими чекистами. Здесь же выставлено первое прослушивающее устройство, обнаруженное в городе. В начале 90-х этот жучок стоял в кабинете руководителя одного из курских банков. Продолжая шпионскую тему, целая коллекция поддельных паспортов. По этим документам в Россию въехало не менее 150 мигрантов из стран Азии. Они отработали схему, по которой просто меняли фотографии в паспортах. Пресекли незаконную деятельность не сотрудники миграционной службы, а сотрудники ФСБ. Здесь есть целая экспозиция, посвященная спорту. Эта схема уникальна. На ней прорисован маршрут передвижения Олимпийского огня через Курск в 80-м году. Работа местного управления, между прочим. А вот и сам факел. Честь пронести его удостоился чекист-легкоатлет Балакин Юрий Геннадьевич. Не забывают здесь и тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Целая экспозиция зала посвящена Геннадию Карманову, который награжден Орденом Мужества посмертно. В качестве экспонатов и его обмундирования и документы. Удостоверения обуглены. Карманов погиб при падении вертолета. Другой стенд тоже посвящен известной личности. Бывшему начальнику управления ФСБ Григорию Нагорному. Здесь выставлена его форма, медали и высшие ордена времен Великой Отечественной войны. Срок хранения государственной тайны 50 лет. По его истечению некоторые материалы придают огласки. Поэтому музей ФСБ наверняка еще будет пополняться. В экспозиционный исторический зал ФСБ Курска было тяжело попасть даже нашей съемочной группе. Все-таки служба эта секретна и хранит в себе много государственных тайн. Так что о том, что вы здесь увидели и услышали, никому. До свидания.